привет в этом видео я собираюсь вам рассказать как я учу английский язык какими пособиями пользуюсь также поделюсь сайтами и расскажу с чего начинала я я не тот человек который свободно может общаться на английском и поддержать любой разговор но я стремлюсь к этому и соответственно нахожусь все еще в процессе изучения но у меня уже есть достаточно немаленький опыт и я хочу поделиться им с вами и так изучение английского с нуля я начала в седьмом классе с репетитором тогда я даже не знала что такое present simple только знала как будет собака и кошка и остальные элементарные слова те времена я поменяла сначала одну преподавательницу потом другую так как обе они уехали работать за границу с 8 по 9 класс был пробел марте под конец 9 класса я поняла что пора бы готовится к дп это то же самое что и ого в россии если что соответственно я начала париться по этому поводу и мама нашла репетитора с которой я готовилась не могу сказать что за три месяца я что-то учила но дп а сдала на 10 это 5 по российской системе оценивания если что я как и все просто списала летом к репетитору я походила буквально три раза и все 20 же числах августа я начала осознавать свое будущее потихоньку выстраивать цели и поняла что как бы было хорошо если бы я знала английский потом я залипла на англоязычных блогерах и влюбилась в этот язык в этих числах я ходила где-то по три раза в неделю к репетитору потому что мне было просто бешеное желание да и тем более школа еще тогда не началась и была такая возможность именно в то время я получила всю основную базу даже немного больше в общем давайте поговорим с чего же стоит начать исходя из моего опыта первое это постановка цели связанная с языком без четких целей вы только будете мучиться и так ставим цель например хочу поступить в университет в сша любой неважно какой это может быть что угодно допустим даже хочу работать преподавателем переводчиком хочу просто путешествовать или вам этот язык будет необходим для работы или чтения важных писем сразу хочу сказать не бойтесь ставить масштабные цели далее возьмите блокнот или какой-нибудь листик и запишите что вам для этого нужно сделать мотивацию мы нашли это наша цель которой мы идем второе с целями мы определились теперь составляем план в изучении любого языка важная регулярность лучше каждый день понемногу чем один раз в неделю три часа лично у меня есть трекер где я отслеживаю регулярность своих занятий третье определяемся с тем как же мы начнем можно взять самоучителя постарается выучить самому но я бы рекомендовала базу получить именно от репетитора чтобы вас слушали и исправляли ваше произношение если что-то непонятно вы в любой момент можете спросить так как при самостоятельном изучении нас никто не проверяет в общем это если вы новичок если у вас есть база уровня а2b1 думаю тут уже можно начинать усовершенствовать язык самостоятельно это чисто мое мнение и мой опыт четвертое это тренировка и развитие навыков поделим все это на подпункты и я начинаю рассказывать о пособиях сразу хочу сказать здесь нужно развивать все параллельно так как я свое время сделала ошибку и теперь не могу нагнать я учила грамматику но при этом немного подзабила на пополнение словарного запаса и прослушивание английской речи в итоге с грамматикой у меня все в порядке а вот лексика и слушание у меня как раз таки хромают в общем не повторяйте моих ошибок и изучайте все в одинаковом режиме параллельно первое начнем с грамматики я вам покажу какие есть пособия у меня который я могу рекомендовать базу получила я из пособия по грамматике голицынского думаю вы могли заметить что книга довольно таки потрепанная что говорит о ее частом использовании мне очень нравится что после изучения темы идет сразу практика наша задача довести все до автоматизма поэтому прорешивание заданий нам пойдет только на пользу следующее пособие это для многих известные пособия мерфи я их покупала довольно таки давно у меня это перепечатанная копия и вы на экране можете видеть как выглядит оригинал начну с красного это база вся грамматика необходимая на начальном уровне сначала идет теория затем практика но когда я прохожу тему необычно мало и я иду в интернет за дополнительными упражнениями синим мерфи идет уже расширение знаний сравнение времен и конструкций так что после прорешивания красной можно начинать синюю грамматику насчет этого пособия от доценко я не знаю можно ли его приобрести в россии но кто из украины могу посоветовать для подготовки за него а также дпа пособие очень хорошая в нем развиваются все навыки есть как лексика грамматика слушание так и письмо и чтение в общем я могу рекомендовать к пособии идет также сборник тестовых заданий его я начала проходить недавно замечаю довольно таки много опечаток и неправильных ответов в ключах к заданиям у меня есть несколько книг и самоучителей которыми я не пользуюсь на данный момент но летом планирую просмотреть и прорешать так как практика мне не помешает если вы занимались по какому-то пособию из этих напишите свое мнение в комментариях мне будет интересно почитать грамматику учим теперь будем читать и пополнять словарный запас сейчас расскажу почему эти два пункта я объединила в один часто задаваемый вопрос это где я беру новые слова так вот читая новые тексты я встречаю немалое количество незнакомых слов поэтому изучение новых слов контексте очень помогают быстрому усвоению новой информации в нашем случае это пополнение нашего словарика точно таким же образом это работает с фильмами сериалами и музыкой разберем мои методы чтения для начала на данный момент своей иностранной библиотеки я имею только три книги на английском первое это адаптированная книга для среднего уровня заданиями я ее еще не начинала но скором времени планирую затем книга николаса спаркса по одному из моих любимых фильмов я начала прочтение книги но потом я ее потеряла дома вот недавно нашла и начала заново мне лично она безумно нравится сейчас расскажу каким же образом я читаю первый этап я настраиваюсь на чтение и приступаю при этом на данном этапе я не останавливаясь ни на одном незнакомом слове а стараюсь уловить только главную идею второй этап затем я переосмысливаю прочитанное и стараюсь сама себе пересказать третий этап таким образом я читаю всю книгу и четвертый этап я перечитываю каждую главу выделяю перевожу и учу все неизвестные слова таким образом у меня пополняется словарный запас при этом я вспоминаю ситуации в какой главной мысли я видела все эти слова и таким образом это все лучше усваивается этим способом я прочитала уже три книги на английском этот метод является для меня самым удобным я не помню источник где я слышала о таком чтении иностранной литературы но немного подстроила и усовершенствовала его под себя предлагаю попробовать и вам также у меня есть книга для уровня b2 ее мне дала моя преподавательница плюс книге идет два диска где читают носитель языка соответственно мы можем послушать произношение в скором времени мы начнем над ней работать и скорее всего в каком-то из выпусков учись со мной я поделюсь свои мнения теперь поговорим о том как же я учу слова моя любимая система изучения это флеш карточки у меня есть два контейнера один с теми словами которые я уже выучила другой с теми которые мне необходимо выучить этот контейнер находится у меня на рабочем месте и во время перерывов я выделяю по 5 минут на изучение новых слов в день таким образом я учу 20 30 новых слов по крайней мере стараюсь учу просто методом взяла карточку написано слово на русском значит называю его на английском написано на английском называю его на русском если я не помню или не уверенно стараюсь запомнить и при этом кладу обратно контейнер где новые слова для меня такая система работает просто отлично если вам не хочется тратить время на написание флеш карточек от руки вам вы можете воспользоваться онлайн словарем квизлы здесь все индивидуальное лично для меня намного эффективнее записывать от руки кому-то может быть и лучше будет и воспользоваться электронным словарем в общем выбирайте у меня также есть словарь который я записываю незнакомые слова которые встречаются только на занятиях с репетитором а потом дома переношу на карточки и учу точно также у меня дома есть куча начитых словарей где и раньше выписывала слова и думала что они каким-то магическим образом просто так возьмут и выучатся но ведение словарей просто не для меня поэтому флеш карточки самый удачный метод 3 это слушание рассказываю что же делаю я во первых это англоговорящие блогеры сюжеты новости все что можно найти на иностранном языке в интернете а это один из моих любимых каналов на английском также могу порекомендовать мультики для новичков они мне очень помогали на начальных этапах далее это сайт т.д. я думаю многие его знают здесь собраны видеоролики на разные темы такие как наука природа математика психология и прочее я также часто пользуюсь этим сайтом затем сайт bbc о нем я узнала недавно от своей учительницы как можно заметить тут не только идет восприятие речи на слух а также пополнение словарного запаса и грамматика плюс все разделено по уровням и имеются практические задания далее это сайт сериалами и фильмами я зимой пересмотрела все сезоны шерлока сериал красные браслеты и также хану монтану несколько фильмов на английском если что все ссылки находятся в описании также если поискать в интернете можно найти много чего интересного четвертое это письмо написание сочинений писем предложений с на английском это также очень важный аспект в изучении иностранного языка это важно не только для экзаменационных каких-то работ которые включают себя письменные задания а также отлично помогает на практике использовать новые выученные слова грамматику при этом наш мозг отлично работает когда мы что-то сами придумываем мне моя преподавательница задает на каждый урок одно большое сочинение это может быть как размышления так рассказы жизни или же я сначала должна изучить какую-то тему или чью-то биографию а потом написать свое мнение плюс мне задается небольшой узный рассказ который я должна соответственно рассказать обычно я записываю 10 предложений и развиваю их по ходу самого рассказа тем самым у меня тренируется не только письмо а также и говорение и употребление языка а также 15-20 предложений либо на какие-то определенные времена или конструкции или обычно на новую лексику пятое это последний навык говорение я рекомендую вам практиковаться с учителем а лучше с носителем вы можете покопаться в интернете найти друга и общаться с ним по камере это на самом деле очень классно развивает ваше умение применять язык разговоре и поддерживать беседу сейчас покажу вам мои школьные пособия это уровень b1 на данный момент мне очень нравится эта книга к сожалению я не могу только тренировать по ней слушание так как его можно тренировать только в школе это я не помню чтобы мы хоть раз что-то слушали из этой книги хотя может быть просто я отсутствовала в общем неважно книгу я рекомендую мне очень нравится брать из нее новую лексику плюс к учебнику идет рабочая тетрадь теперь поговорим о моих тетрадях которые я веду с этими тремя я хожу к репетитору первое для сочинений устных рассказов предложений и остальных письменных работ затем грамматика которую мне дает репетитора и своих учебников далее словарь как я ранее говорила незнакомые на уроке слова я пишу сначала сюда а потом дома переношу на карточки учу и соответственно задаю это моя первая тетрадь сборник для грамматики нее я собирала информацию с 8 класса по конец 9 и в итоге забросила и начинала новую это мои действующие конспекты на данный момент я собираю в эту тетрадку все важные для меня правила сверху также есть закладочки ими очень удобно пользоваться когда ищешь какой-то материал эту тетрадь я веду с августа и по ней можно наблюдать мою эволюцию ведения конспектов спереди у меня и самодельные карманы в которых хранится нужная для меня информация а сзади таблицы неправильных глаголов там они конечно не все но самые часто используемые а также пару страниц с фразовыми глаголами у меня имеется конечно еще огромное количество тетрадей за все года информацию которых мне нужно будет разобрать летом а теперь расскажу о моих каждодневных занятиях как я занимаюсь самостоятельно во первых я уделяю буквально 10 минут каждый день на приложение дуолинга лично я пользуюсь компьютерной версией так как тут нет рекламы и жизни как в приложении на телефоне далее я прорешиваю два юнита по красному мерфи раньше я проходила по одному но так как я делаю это быстро добавила еще один чтобы поскорее начать синий мерфи затем я читаю какой-то текст и тренирую грамматику это может быть как пособие для подготовки к зноу если что это как егэ только в украине после 11 класса как и мой школьный учебник если мне надоедает эти два пособия я печатаю что-то из интернета следующее это слушание я смотрю обычно или блогеров или документальный фильм на ю тубе полноценный фильм я смотрю только по выходным так как в будние дни это занимает слишком много времени также если есть какие-то домашние задания от репетитора я их решаю и последнее наверное что я делаю каждый день это учу слова по флеш карточку ну что ж видео подходит концу я постаралась поделиться своим опытом с вами очень надеюсь что у меня все это получилось и я вам помогла что я рассказала ранее можно использовать при изучении любого иностранного языка в общем это было все видео не забывайте что мне есть также instagram туда выкладываю фото своих конспектов а также каждодневные истории с моей повседневной жизнью и всем пока